Сегодня наступило утро следующего дня, вернее уже даже обед, потому что я сейчас готовлю нам обед. У нас будет картошка-пюре, овощные котлеты и салат весенний, потому что сейчас весна. И я пыталась около часа разобраться с лабораторной работой, которая у меня не получается. Вроде там что-то более-менее, какой-то результат нормальный просматривается. И понятное дело, что параллельно мы пытались уложить спать ребёнка, который сегодня почему-то не хотел спать. Вот у нас вот переменный успех, так что я думаю, у всех, у кого маленькие дети, всё очень нестабильно, непредсказуемо и так далее. И сегодня я очень хочу сделать пиццу, которую вчера купил Саша. Или почитать, я сейчас читаю две книжки параллельно, или посмотреть сериал, который мне очень понравился. Называется «This is us» или «Это мы» по-русски. Сериал просто шикарный, я уже смотрю второй сезон, уже половину, по-моему, посмотрела. И этот сериал, он просто раскрывает, ну трежет по-живому, раскрывает такие самые-самые глубокие раны, о которых мы даже, возможно, порой не подозреваем. Но вот посмотреть вот на жизнь людей со стороны, на то, как они борются со своими проблемами, это очень жизненно, потому что каждый из нас каждый день ведёт какую-то свою войну. И я думаю, вы прекрасно понимаете, о чём я говорю, и у вас у самих какая-то внутренняя война есть или с кем-то. Так что рекомендую. Мы пообедали пару часов назад, и наконец-то пришло время пиццы. Это моя любимая пицца, веганская. Вот такая пицца у нас будет. Это пицца с ананасиками, очень вкусная, очень. Я в феврале и в январе, когда мы их только обнаружили, они были по скидке в Максиме, съела таких, ну, наверное, штук шесть. Не за раз, конечно, но просто классные. Очень советую попробовать. Сейчас уже около половины девятого. Мы съели пиццу, которую купил Саша. Вкусная, давно не ели. Я так и не успела посмотреть ничего и почитать. Потому что каждый день не похож на предыдущий, но в то же время и точно такой же, как предыдущий. Это рутина постоянная, карантинная. Каждый день, как день сурка, но всё равно чем-то отличается. Поэтому нельзя предугадать, что же будет в следующем дне. Так что нормально спланировать работу тоже не получается. Но зато красивые у нас закаты. И каждый день закат новый. И мы даже рады, что так получилось. Снять жильё с таким видом хорошим. Случайно получилось. Случайно, да. Совершенно случайно. Мы даже, когда приходили смотреть, мы в окна-то не заглядывали. То есть потом уже как-то переселились, переехали и заметили. Будь здоровы. Заметили, что здесь очень красиво. Всем привет. Выехала я за пончиками. Захотели мы пончиками опять. И заодно решил заехать в университет. Потому что вот эта лампочка задняя в машине, она меня уже чуть-чуть достала. Поскольку карантин на машине долго не ездил. Вот один фонарь, я уже снял. Там контакты окислились, нужно зачистить. Сейчас хочу всё это зачистить, чтобы ошибка не выскакивала. Потому что оно всё работает, но где-то сопротивление неправильное. И постоянно выдаёт ошибку. При каждом нажатии тормоза выдаёт ошибку. Это уже надоело. Сейчас зачистим здесь контакты, на лампочках контакты, везде всё. И надеюсь, ошибка пройдёт. Если нет, то поменяю лампочки. Если лампочки не пойдёт, тогда я не знаю. Но надеюсь, что просто нужно зачистить. Сейчас, в общем, посмотрим. Ну и подготовку резину нужно поменять. Уже давным-давно это две есть. Ещё две нужно купить. Мы выбрались наконец-то к моему женскому врачу. Меня муж мой отвёз. И я сейчас жду, когда время придёт идти к ней на приём. Потому что, я так понимаю, сейчас принимают ограниченное количество пациентов в день. И она, наверное, я так предполагаю, всё спланировала так, чтобы мы не пересекались друг с другом. Поэтому я сейчас жду назначенного времени и пойду. Сказала она мне взять с собой маску и перчатки. И за день до приёма, то есть вчера, она мне позвонила, спросила, нет ли у меня температуры, хорошо ли я себя чувствую. Напомнила про маску и перчатки. И, собственно, напомнила про приём. Поэтому я посмотрю, как всё будет. Расскажу вам. И уже прошло 15 недель. С того времени, как я родила, нужно было сходить раньше. Но этот карантин, он испортил вообще все планы и нормы, как это положено обычно. Так что лучше позже, чем никогда. Я так считаю. Поэтому мы ждём. На, на уличке. Так хорошо. Продолжение следует... Мы уже вернулись домой. И я невероятно рада, что я попала к своему любимому врачу. Мы пообщались обо всём. Я рассказала о своих родах. Она удивилась очень некоторым моментом. И просто приятно пообщались. И этого так не хватало во время карантина. Прогулялись потом центром. Взяли эти пончики. Короче, день начался очень-очень хорошо. Сейчас Саша поехал забирать какую-то посылку с почты. Я готовлю нам обед. И будем этот день мы продолжать. Кстати, хотела рассказать о том, как там всё организовали. Я хожу в частный кабинет гинекологический. И пришла на приём за пять минут. Постучалась в дверь, открыла девушка и попросила, чтобы я ещё погуляла, потому что они организовали всё так, чтобы клиентки не пересекались. И я буквально две минутки ещё подождала, и меня потом позвали. И всё так достаточно быстро происходит. Ты сразу заходишь в кабинет, тебя закрывают в этом кабинете. Потом там заходит другая клиентка к другому врачу. И вот такой целый конвейер. Потом она попросила, чтобы я была в перчатках и в маске. При входе перчатки обрабатываются антисептиком. Потом ты заходишь в кабинет. И потом она обработала антисептиком всё оборудование. До меня, после меня. В общем, всё на таком уровне. Прям капец. И перед осмотром я подписывала лист эпидемиологический, что я не болела, не выезжала за границу, не живу в общежитии и не бывала потом. И что я осознаю, что заразиться этим вирусом я могу где угодно. Я так понимаю, что это всё делается для того, чтобы снять с себя ответственность, что есть правильно, потому что всё-таки я сама приняла решение поехать на обследование и на осмотр. Так что всё мне достаточно понравилось. И она рассказала, моя врач, что они работали всё это время, потому что нужно как-то поддерживать контакты с беременными и осмотры проводить. Разные ситуации случаются. Поэтому они, я так понимаю, уже всё наладили этот процесс. И сейчас им намного легче, потому что поток людей увеличился. И всё-таки для бизнеса вот это сохранение работы и всех процессов, оно намного лучше, чем просто закрыться и сидеть дома. Всё-таки, как-никак, сейчас малый и средний бизнес, они терпят убытки. Так что, в общем, всё рассказала. Будем жить этот день дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...